что сейчас происходит я в один из копов здания прозрачные даже стекла там достаточно все так технологично что-то похоже на наши краны когда здание строят если кто-то вытянули машина когда приезжает да вот это ближе всего на столбе что-то починить электрик поднимается в такой кабинке только там вот над этим куполом такие очень легкие конструкции но вместо кабинки какой-то шар на котором и то ли это робот то ли это человек существо в белом комбинезоне или робот какой-то из светлых материалов сделан то есть они так по периметру я их несколько увидел некоторые комнаты отдельно тоже там освещение так интересно сделано по так как они круглые несколько слоев таких полностью по кругу такого полоска идет светлая который светит потом ниже под ней ниже под ней ниже под ней ниже под ней полностью по периметру комнаты они так уходят вверх слегка так полоски эти кольца которые по кругу стен и летательные аппараты там такие тоже странные формы так сейчас чтобы это такое похоже странного вида такого достаточно долговатый тумбус цилиндр в задней части на каких-то стойках или спицах что-то в этом роде скажем так держателях небольшие крылышки но это явно не крылья которые их на воздухе держат они почему такие короткие больше панели света которые из света делают электричество что-то мне в эту сторону больше кажется на такой небольшой достаточно что он питается чего-то там или как-то что-то впитывает перерабатывает что питает но они левитирующие такие то есть летающие ну живу там как-то вот перемешку с роботами по моему таки кого-то я живого видела кто-то вот именно какой достаточно симпатичный и красивого вида робот видимо они что-то там ремонтируют и поддерживают следят там капсулы вот в самом внутри когда я влетел в это как-то сказать в общем здание да там часть в стенах встроенные такие капсулы то есть они открываются небольшие там то ли они спят то ли что-то держат в этих капсулах то есть они в стены встроены но это та часть какого-то помещения то есть не все в капсулах там много внутри пустого пространства по бокам вот как-то что-то вроде этажей видимо на которых они находятся то есть рабочее какое-то пространство то ли они там живут и работают под куполом этим по моему у них там достаточно такая среда и ядовитая вокруг поэтому ему нужны эти капсулы да то есть скорее всего они не могут находиться свободно вне этих капсул поэтому внутри находиться ну да и часть еще и под землю ходят строение то есть они вырыты получается встроены уже в внутрь поверхности возможно те здания пики которые там тоже по всему городу и вверху которых какие-то измерительные аппараты возможно они как раз и меряют там содержание чего-то в воздухе температуру ну и с учетом того что да что небо у них желтое багровое такое грязноватое желтое то наверное да у них там какие-то газы щлопожие кто это это получается а внутри зданий под куполом разглядывают разглядываешь ли ты живых существ 嗯 кроме роботах Хотя можешь ты воспринимать или путать, или не знать, кто это, движущихся существ. Ну да, есть в белых каких-то тоже то ли одежда, то ли скафандр, кто-то в белом человекообразное существо, то есть две ноги вроде, и голова чуть больше тела, но достаточно высокие, может чуть выше людей в целом, худые. Как-то детально не получается увидеть лица. Не получается лица увидеть. Не было до этого в твоей базе данных этих лиц, они не прорисовываются. Возможно, возможно. А может... То ли не скрытый зачем-то, то ли это скафандр, который полностью, но вряд ли. Защитная функция. Может быть, кстати, да, вот лиц как-то вот прям не получается разглядеть. Можешь подняться сознанием над и вниманием над зданием и охватить город. И вот рассмотреть, находишь ли, видишь ли что-то нестандартное, отличающееся от общих строений. Так, ну, здание в виде каких-то таких, да, вытянутых конусов. Периодически вокруг. Эти куполообразные, наверное, какое-то большое, то ли одно, то ли я возле него завис. Достаточно, оказывается, большое оно было. Так, сейчас куда-нибудь еще перемещусь. Какой-то ангар, который, крыша которого раздвигается на две части полукруглые, как мост так раздвигается. И, видимо, оттуда, да, должны были, типа, порта какого-то. Оно раздвигается, вылетает корабль, и он задвигается обратно. То есть, видимо, город закрыт, получается, да, он не соприкасается с внешней средой напрямую. Только под ним в закрытом пространстве можно существовать. Ну, и, собственно, там туннель, по которому я туда попадал, он достаточно огромен был. Поэтому, скорее всего, вот эти корабли вылетающие, они потом через него и вылетают наружу. Такой продолговатый он получается. Длинный ангар, который раскрывается, так как раз весь во всю длину он так раскрылся, и корабль так взлетел и дальше полетел. Как пенал школьника? Да, 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 вот очень похоже. Вот такая конструкция. Ну, видимо, да, она герметично создает, чтобы открытости не было, или только нужное время было. Корабль похож все еще на тапок, или? А это были какие-то отдельные, кстати, более мелкого вида. А этот, кстати, корабль, а мне сейчас как выглядит корабль. Чем-то отдаленно на подводную лодку напоминает. Тоже я так в общих чертах вижу. То есть такой продолговато, кругловатый. То ли дирижабль, то ли подводная лодка, вот в каком-то таком виде. Да, для каких-то задач они его используют. Но достаточно большой. То есть, видимо, какие-то очень дальние перелеты. Любопытство или желание еще появляется? Что рассмотреть, что опознать там? Угу. Вот возникло желание узнать, есть ли у них там какие-то аналоги нашим животным. То есть менее разумным, но как то, с которыми они взаимодействуют. Что-то приходит. И куда ты устремляешься или где проявляешься теперь? Вот в каком-то из зданий, то есть вниз меня потянуло. И как-то... Да, необычно, тяжело описывать аналоги с чем-то сравнивать. Что-то вроде достаточно огромного горшка. То есть это соединение то ли растения с животными, то ли что-то среднее. То есть оно прикреплено к этому горшку и вроде как в нем находится, растет. А, или может какое-то более-менее осознанное растение, которое... Вот. Просто продолговатые какие-то такие... Типа лианы у него, ну вот лианистые такое. Так, горшок, он в нем в середине. Вот какие-то лианы такие из него исходят. И они вот как-то немного двигаются. Вот. То есть это внутри здания. То есть вот какой-то такой аналог. Не знаю, что они с ними делают. Но, видимо, они даже как-то раз сами так двигаются. То есть они не от ветра двигаются, а сами по своему желанию немножко так. А, значит, как-то взаимодействуют. Такого серовато-красновато-бурью, что ли, вот. Ну, интересная такая штука. Самые движущиеся, самоосознающие свои движения растения. Ну вот, да, вот это максимально то, что я могу об этом понять. Ну да, за ним ухаживают как-то. Как будто оно пользу точно приносит. Так, возможно... Как-то способствует получению еды, то ли выделяет оно что-то нужное им. Типа экстракта какого-то. Мне кажется, на кончиках, возможно, эти лианы, это что-то вроде... Внутри там есть отверстие, и оно, собственно, выделяет что-то потом. Возможно, у них поэтому есть издания такие, то есть оно тоже так вот к концу сужается, эта лиана одна из. Возможно, у них как-то они это постоянно видели, поэтому издания тоже такие в виде конусообразных, продолговатых выстраивают. Это мне такая аналогия пришла, что это почему-то похоже, только лианы двигаются, но они тоже так сужаются к концу. Ну или ствол, можно стволом назвать, веткой. Да, оно что-то выделяет, и это им что-то нужное зачем-то. Жидкость такую. Жизненно важную субстанцию. Да, вот для чего-то они используют, они за ним ухаживают, оно его выделяет, и вот как-то они его дольше вот используют. Ну да, и с учетом того, что оно полу себя даже как-то осознает, не просто растение, гибрид какой-то уже между растением и животным. Что-то такое. Хочется ли еще что-либо проявить, увидеть? Ну уже вот рассмотрел так, достаточно увидел, как-то уже успокоилось желание. Итак, мы сейчас были внутри Сатурна. Мы обозревали жизнь на той планете, которую мы на Земле называем Сатурн. Где-то в глубине его. Да. Мы попали туда через тоннель, минуя кольца Сатурна. Мы их наблюдали сблизи. Из чего они состоят? Если хотите, мы расскажем. Да, ну это в принципе ничего там, если сблизка смотреть. Просто камни огромные летающие, в принципе достаточно на большом расстоянии. Но видимо да, это что-то когда-то разрушилось, просто осталось. И близко если прилетать, просто глыбы, глыбы, глыбы. То есть не особо интересно. Захваченные гравитацией, разогнанные скоростью притяжения. Мы проникли сквозь туннель и оказались над городом, состоящим из куполов и пик. На конце которых было что-то... Какой формы? Ну, такой кончик, как грифель у карандаша. Если карандаш заточить, вот грифель, как раз такой чуть-чуть отличающийся по цвету. И насколько я понял, это какие-то... Ну так как это большие строения, то есть там внутри типа лабораторий находятся. Они все связаны в единую сеть этих пиков. И мне кажется, они что-то анализируют, то ли внешнюю среду, температуру. Ну там тоже достаточно тепло. Возможно, какие-то пиковые значения, показатели содержания элементов в воздухе, температуру и какие-то, возможно, другие параметры анализируют. Ну и, собственно, это им помогает выживать. И понимать, что происходит вокруг их города. Итак, мы обнаружили живую колонию, цивилизацию на Сатурне, внутри Сатурна. Это проходит сеанс, изначально назначенный на открытие многомерного видения. Мы прошли несколько стадий техник разных и пришли к стадии, которые я называю транс. Вхождение в транс и перемещение туда, куда интересно тому, кто в нем. Обследование. Чуть ранее мы посетили то время Земли, когда на ней обитали гигантские динозавры и ящери. Мы посмотрели, как они живут. И это чуть-чуть отличалось от того, как это показывают, воспроизводят ученые в своих передачах. Это выглядело чуть-чуть шире, чуть-чуть больше подробностей, таких, которых мы не могли наблюдать. А я смотрел передачи по динозавров. Может, мы расскажем, что ты видел? А еще про этот город я сейчас увидел, мне показали, как, собственно, влетел корабль через один из этих туннелей. Вот этот пенал-купол раскрылся, не купол, а ангар. Он туда сел и его начали разгружать. И, по-моему, это как раз вот откуда-то завозят то ли питательные какие-то средства существ... В общем, питание какое-то, мне так показалось, либо то, что в итоге станет питанием, какую-то растительность, то есть прям какими-то такими блоками разгрузка идет. То есть, видимо, это они где-то берут и, собственно, туда заводят, потому что, да, у них там ничего не растет по большому счету. Ну, может, где-то внутри я не смотрел более детально, но вот что-то прям необходимое, какое-то сырье, возможно, даже. Короче, грузовой такой корабль, интересно, как раз он так залетел, его как-то по бокам раз... Когда уже встал, раздвинулся по бокам. И, собственно, с двух боков начали разгрузку производить каких-то контейнеров. Вот, а насчет, да, динозавров... Ну, с чего я, по-моему, это называется Диплодок. Такой большой, травоядный... Большой травоядный динозавр, огромное тело, на четырех ногах стоит. Высокий, он на лужайке так стоял. Солнце светило, погода очень хорошая такая была. Ел листья. С деревьев. Да, светом деревьев. Там достаточно все такое большое, крупное. Вот слегка он... Потом я увидел этого... Что, летающий то ли птеродактиль, то ли вот что-то в этом роде. Рядом с ним так полетел, рассмотрел его. Он немножко даже где-то в волосе сяной покров у него был. Вон какой-то звук такой кряхтящий, свистящий. Очень-очень кряхтящая чайка, если близко так вот аналог делать. Скин так... Вот что-то такое. И... Потом мне захотел... Внутрь я еще каких-то хотел существ видеть. Опустился внутрь в джунгли. Мы летели как раз над джунглями, прям плотные очень джунгли. Вот. И там более мелкие существа были. Ну, то есть мелкие динозавры такие, на двух больших лапах. По-моему, это гнездо было, потому что я второго потом еще увидел. Они небольшие. С маленькими лапками передними. И основные... Это задние у них. Один из них съел то ли ящерицу, то ли еще что-то с ветки. Вот. Потом мне захотелось увидеть самого популярного, которого у нас показывают тираннозавра. Тирекса. Вот. И... Тоже куда-то перенесся в сторону. Не знаю, на какое расстояние. И там он... Ветку... Ветки или ветку деревьев... Так сжевал, то ли игрался... Ну, мне показалось, что у него то ли зубы... Режутся, чешутся. То есть он просто... Эти ветки так голодал, что ли. То есть он не то чтобы голодный был. Но мне не показалось, что он голодный. Он больше это... Как-то из игры, может даже игрался. Это просто эти ветки так обгладывал. Как-то туда-сюда дергал слегка. Но ветки достаточно большие. Такие... Как тонкие... Сволы, скажем так. Которые можно нагнуть. И вот, собственно... Он с ними игрался. Ну, и в стороне там чуть-чуть еще дальше... Другой какой-то просто ходил так... То ли стоял, так смотрел, так... В прострацию куда-то... Не то чтобы я о чем-то думал, но просто так... Стоял особо ничего не делал, наблюдал за чем-то. Вот, собственно, что я его видел. А перед этим мы вышли из тела. Вычинили часть сознания. Поднялись над телом. Пошли выше, выше, выше. Выше над домом. Прошли несколько этажей. Увидели старый велосипед. Прошли несколько этажей. Оказались над домом. Потом поднимались выше. Над районом. Потом над Москвой. А потом... Ну, потом у меня как раз появилось желание... Ну, вот я... Кого-то мне показалось справа. Меня кто-то сопровождал. Кто-то так... Очень по-доброму ко мне расположенный. То ли контролировал меня, то ли наблюдал, то ли так сопровождал. Вот сопровождал лучшее слово, да. Мне захотелось, собственно, динозавров увидеть сначала. И после того, как мы озвучили эту просьбу, меня потянуло очень быстро куда-то вглубь земли. Достаточно глубоко так. И в какой-то момент я остановился и понял, что... Я нахожусь где-то в прослойке. Ну, это самая первая, когда была просьба еще показать динозавров. То я где-то оказался, как я понял, в прослойке, где они вот еще тогда жили. Ощущение каких-то... Ну, то, что там кости разложены. Вот именно этот период. То есть где-то рядом с каким-то костями динозавров я оказался. Уже после чего там наслоение, наслоение, наслоение пошли. Вот, короче, в глубине земли. И потом уже попросили увидеть живых динозавров. Ну, собственно, потом нас и перенесли к живым. Я уже об этом как раз и рассказал. Хочется ли тебе продолжать или завершить путешествие? Ну, конкретно сейчас ничего в сознание не приходит, куда бы хотелось продолжить. Желания на сегодня закончились? Ну, вот пока вроде да. Я хотел как раз два Сатурна увидеть и динозавров увидеть, как в детстве. Я по книгам специально наблюдал, поэтому эти два желания я достаточно хорошо реализовал. У меня тоже был интерес к Сатурну. Рассмотреть, из чего состоят кольца Сатурна. Но я это постоянно, когда вспоминал об этом, откладывал на потом. У меня пока были более интересные дела, но с помощью тебя мы это узнали. А также я узнал, что и на Сатурне сейчас есть жизнь. Если точнее, я об этом знал, но я увидел, какая. Или какая еще разновидность на Сатурне есть в разумной жизни. Итак, возвращаемся назад? Или? Да, можем возвращаться пока. И мы возвращаемся в физическое тело, в физическое сознание, в какой-то степени сохраняя при себе многомерное восприятие реальности. Часть того, где мы были, теперь навсегда с нами. Это умение, эта возможность теперь навсегда с тобой. Ты теперь по своему желанию, с запросом к Высшему Я, с получением разрешения, всегда сможешь перемещаться туда, куда дадут тебе разрешение, с чем будет совпадать твое желание и одобрение твоих высоких Я. И мы возвращаемся в этот мир. И мы здесь. Мы просыпаемся к физической жизни. Это был эпизод сеанса попытки открытия многомерного видения. И мы решили записать его, когда он был в самом разгаре. Как ты себя чувствуешь? Очень такое приятное ощущение, такое в целом по телу, легкости, легкой расслабленности и тепла, которое по всему телу распределено равномерно. То есть даже как будто это… Вот я теперь понимаю тебя, когда ты иногда так раз зависаешь и пытаешься понять, как же это объяснить, эти эмоции, эти чувства. И вот я действительно тоже… Ну как будто я вот сейчас немножко вернулся и вот что-то теплое такое. Ну часть меня вернулась, ну и было вроде здесь, но и вернулась туда в это теплое, такое приятное субстанцию видимо его тела, вот. И с тобой вернулся один из сопровождающих тебя, и возле твоего тела сидели двое, которые держали твое тело в определенных вибрациях, чтобы это было возможным. Ну да, ну кстати да, вот такое своеобразное ощущение в теле было, такой гармоничной теплоты во всем теле. Обычно какие-то то ли ноги у меня холодные, тело нормально, а вот прям такое приятное, гармоничное тепло по всему телу, как кокон такой хороший, приятный. Вот как-то так немножко отличалось от обычного состояния. Они создали благоприятные условия и теперь ты можешь звать, вызывать их, когда подготовишься и пожелаешь познать что-то еще. И этот контакт, эта способность и возможность подлежит совершенствованию тобой же. Все ли? Пока да. Пока да.